Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Мы продолжаем разговор с Ольгой Александровной Месикевичей, главным врачом Одинцовской центральной районной больницы, совсем недавно в нашем городе. А если быть точнее, в день юбилея 60-летия города Одинцова открылся такой долгожданный филиал второй поликлиники Одинцовской центральной районной больницы. Мы на нем присутствовали. Здравствуйте, Ольга Александровна. Это действительно, повторюсь еще раз, долгожданное событие и не только для жителей микрорайона, в котором открылся филиал поликлиники. Удивительное лечебное учреждение, скажу точно. Да, это действительно. Мы ждали этого три года. Проведена очень большая работа. И это инвестиционный проект, это не государственная программа, это инвестпроект. Огромное, конечно, спасибо Андрею Любитовичу Иванову, что это было доведено до логического завершения. Без него бы мы не смогли ни оборудование закупить и не смогли бы сделать так, как мы это предполагали и как выглядит это сейчас. Безусловно, Михаил Михайлович Панов, качество ремонта, реконструкции, все сделано просто практически идеально. Мы этого ждали и я очень рада. Дело все в том, что вторая поликлиника, она сама по себе для меня, как для руководителя, болезненная. Это нахождение в нетиповом здании. Это первый этаж жилого дома, который уже, наверное, относится к категории ветхого жилья, я думаю. Это ремонт, который был проведен крайне давно и не представляется возможным сделать сейчас ремонт, потому что в отношении этого жилого здания есть определенные дальнейшие планы не в пользу этого здания. И, безусловно, то количество пациентов, которое было там, оно было критичным для нас. Очень узкие коридоры, отсутствие зоны ожидания. У нас там находилась онкологическая вся служба, районная, безусловно. Прежде всего, это дискомфорт был для наших пациентов, которые находились, пусть не в длительном режиме ожидания, но тем не менее. И, безусловно, мы думали, как сделать, как расшить эту ситуацию. Конечно, мы решили сделать филиал поликлиники. Я считаю, что это правильное и верное решение. Нам нужно было развести потоки пациентов максимально. И мы провели такую реорганизацию. У нас на Можайском шоссе 112 осталась вся участковая служба. Это процедурный кабинет, все терапевты наши участковые, рентген-кабинет, физиотерапия, функциональная диагностика. И всех узких специалистов, кроме невролога и офтальмолога, мы перевели в наш филиал. Там находятся онкологи, кардиолог, эндокринолог, лор-врач. Но уха в этой поликлинике то, что я своим болевым решением решила открыть, там кабинет стоматолога. Я считаю, что это очень важно для жителей этих микрорайонов, потому что там никогда не было стоматолога. И пациенты за стоматологической помощью обращались в нашу первую поликлинику. И, безусловно, мы должны понимать, что возрастной уровень и возрастная категория пациентов не всегда. Это молодые люди, им было достаточно тяжело на общественном транспорте добираться, особенно если с острой болью, к нам в поликлинику номер один. Поэтому там у нас еще и две стоматологические установки, работают четыре доктора, в смену два врача и кабинет работает в две смены. Я считаю, что это тоже маленькое достижение и доступное для наших пациентов. Поликлиника получилась очень красивой. Она очень просторная, очень светлая. И, конечно же, когда мы были на открытии, практически присутствовали все ведущие специалисты не только Одинцовской центральной районной больницы, но и других лечебных учреждений нашего территориального округа. И, конечно же, когда они заходили в эти кабинеты, они просто, их глаза сияли, потому что они настолько искренне рады за своих коллег. Это действительно новейшее учреждение с новым оборудованием и очень действительно свободное, просторное и светлое, красивое. Эту поликлинику по праву можно взять за стандарт. За стандарт Московской области по поликлиникам. Действительно, чтобы это был стандарт. Она небольшая, это около 700 квадратных метров, но тем не менее. Хотелось бы, чтобы устроились и большие крупные поликлиники с отдельно стоящими зданиями. Но та начинка, которая внутри, тот художественный подход, колерование, потрясающая мебель. Мебель, которая действительно, она долгосрочного служения на благо наших пациентов. Это оборудование, которое там. Это последнее, в общем-то, поколение технологий, наверное, из государственных учреждений. Сейчас вот данный филиал, он, наверное, лучше и в районе равных нет. По госучреждениям, конечно, хочется, чтобы это принято было за стандарт. Также в поликлинике открыто три кабинета онколога, то есть вся служба будет теперь находиться там? Как они будут функционировать? Как это будет дальше развиваться, это направление? Мы пока, к сожалению, к нашему сожалению, наши центральные районы больницы, я говорю об учреждении, к сожалению, до сих пор обслуживаем весь район. Это 9,5 тысяч онкобольных. Безусловно, я повторюсь, что крайне тяжело людям добираться со всего района в нашу больницу для первичных консультаций и так далее. Конечно, повторюсь, что еще нужно три кабинета онкологических в районе, в трех лечебных учреждениях. Это Голицынская поликлиника, это Никольская больница и районная больница номер 2. Лицензия уже есть в районной больнице номер 3, лицензия есть в районной больнице номер 2. Конечно, крайне тяжело подбирать кадры, потому что это сельская местность, безусловно. Но я думаю, что если придумать какие-то такие методы бонусные, потому что у нас работает программа ипотеки, у нас существует компенсация аренды жилья, наша больница может выступать как базовое учебное подразделение для стажировки, на рабочих местах онкологов обязательно, конечно, нужно укомплектовывать штат, потому что именно с района к нам приходят 3,5 тысячи пациентов, которые не закреплены за нашей поликлиникой. К нам идет 9,5 тысяч населения больных онкозаболеваниями. И, безусловно, эта поликлиника, она подходит для этого, потому что сделаны шикарных три кабинета. Это онкохирург, онкогинеколог и просто онколог, которые должны работать, и они работают в две смены. У нас работают два постоянных доктора, три совместителя. Мы сейчас перекрываем полностью две смены практически, то есть с утра и до вечера. И стараемся оптимизировать работу в этом направлении. Там же на месте у нас прекрасный кабинет ультразвуковой диагностики. Мы будем начинать пунктировать, делать пункции мягких тканей. Это молочная железа, щитовидная железа, мягкие ткани шеи, лимфоузлы и так далее. Поэтому для этого все условия созданы. Максимально, чтобы прийти к нам, и полный вид обследования пройти. Также мы сделали функционально кабинет кардиолога. Во время приема кардиолога сразу можно сделать электрокардиографию, эхокардиографию. И можно разместить на пациенте холтерский монитор. Пройти сразу холтерское мониторирование одномоментно одним потоком. Поэтому я считаю, это уже функционально. Так что мы старались. Да, небольшое, наверное, неудобство – это то, что это по разным адресам, но это находится в шаговой доступности. Я думаю, что все-таки пациенты к этому привыкнут. И та поликлиника, которая сейчас существует, филиал, она понравится и будет эффективна в работе. Ольга Александровна ведется в масштабный ремонт в детской больнице города Одинцова на улице Неделина. Когда он будет завершен, и что вы приготовили там из сюрпризов для нашего детского населения? Конечно, хотелось бы, чтобы у нас была детская больница немножко другая, чтобы она была многопрофильная, чтобы детские не пересекались со взрослым населением, взрослыми пациентами, как у нас. Это и сейчас по профилю травматология, лор, хирургия. Я сразу хочу с проблем начать. Хотелось бы, чтобы это была хорошая многопрофильная больница. Но мы живем в тех условиях, в которых пока мы живем, и стараемся выполнять функционал в достойных тех условиях, которые есть. На Любу Новоселовой у нас детское соматическое отделение. Это не больница, это подразделение нашей больницы. Но там проводится сейчас капитальный ремонт. Она сейчас закрыта на прием, принимает деток в Никульской больнице, принимает деток в Звенигород. Это общесоматические заболевания. Как мы принимали детей со всем остальным хирургическим профилем, все равно мы их принимаем, дети находятся у нас, мы их оперируем. Проводится капремонт. Проведен сейчас этап какой? У нас полный демонтаж. И начинается монтаж. Это плитка, это места общего пользования, сантехнические. Полностью смена всей коммуникационной системы. Электрика, сантехника, водоснабжение, вентиляционная система будет смонтироваться новая. И то, что будет в детском отделении новое, это подразделение КДЦ, отделение диагностическое. Это эндоскопия, отделение функциональной диагностики. То есть у нас сейчас в нашей поликлинике, основной детской, на улице Говорова, поликлиника получила статус КДЦ. Но нам не хватало места для бронхоскопии, гастроскопии, полностью для эндоскопического отделения, ультразвуковую диагностику дополнительную сделать. КДЦ ведь работает на весь район. И нами было принято решение по второму адресу сделать все разделы инвазивной диагностики, функциональной диагностики. Это подразделение будет находиться в составе детского отделения на втором этаже отделения по КДЦ. И там же у нас на Любовь-Новоселовой, в этом же здании, будет размещаться аппарат МРТ. Это то, чего мы ждали очень долго. Детский, да? Детский, да. То, что было необходимо для нашего населения. Поэтому вот такие моменты. Я думаю, что это будет красиво. Это будет, безусловно, помещение, которое будет заслужить внимание. Мы будем очень стараться, чтобы качество соответствовало, чтобы это было функционально. Для наших жителей. Потому что это тоже тот объект, который вызывал нарекания. Вот, наконец-то до него мы дошли. Ольга Александровна, какие еще нововведения появятся в Одинцовской центральной районной больнице? Есть ли чем еще удивить наших жителей? Ну, я думаю, что пока мы живы, мы не будем переставать удивлять. Но пока о дальнейших планах есть предположения. Но я думаю, что пусть это будет интригой в ближайших шести месяцев. Ну, я думаю, что мы с вами увидимся раньше. И вы расскажете о новых победах и достижениях в Одинцовской центральной районной больнице. Безусловно. Я просто хочу отметить, что вся работа, которую мы проводим, и все реорганизации, какие-то реформы, наши внутренние, да, они все направлены только на одно. На здоровье наших пациентов и жителей Одинцовского района. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова